Итак, мы объявляем торжественную церемонию награждения лауреатов 4-го регионального конкурса средств массовой информации Ненецкого автономного округа «Золотое перо-2014» открытой. В этом году конкурс проходил в новом формате в числе лауреатов не только журналисты, но и представители всех творческих профессий. Проект «Поем вместе гимн Ненецкого округа» авторской группы «Радио Андринмар-ФМ» признан лучшим среди творческих проектов регионального аспекта. В рамках акции местные жители и творческие коллективы исполнили гимн – один из главных символов региона. Приходили всеразличные коллективы – это Юга Чжонду, родные напевы, исполнительные с КДЦ «Арктика» и в студии звукозаписи «Радио Андринмар-ФМ» записывали композиции. Также нам помогли в КДЦ студии звукозаписи Алексей Шигарин, который тоже произвел запись исполнителей. В этом году решением жюри учреждена специальная премия для ветеранов средств массовой информации Ненецкого округа. Лауреатом премии за вклад в развитие СМИ в НАО стали Галина Ивановна Зиненкова, диктор радио, чей голос по праву можно назвать золотым голосом окружного радио, и Людмила Юрьевна Карипанова, член Союза журналистов России. Это опыт, это знания, это годы жизни, отданные нашим редакциям, отданные нашим людям и проведенные в творчестве и в созидании. Замечательные номинации, замечательные у нас номинанты. Лауреатом конкурса в номинации за художественный образ стал режиссер монтажа Ненецкой телерадиообещательной компании Николай Таратин. За видеосюжет «Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам». Всем добрый вечер. Огромное спасибо хочу сказать организаторам за то, что вы отмечаете людей, которые остаются за кадром. Смотрите нас в новом сезоне. Мы показываем еще очень много нового. Будут движки более крутые, чем сейчас. Так что оставайтесь на севере. Кстати, о новинках, о которых было сказано на награждении, я хочу сказать, что в 2015 году телеканал «Север» будет шагать в ногу со временем. Мы идем к этому. У нас обновляется очень много оборудования и всего прочего. Одним из главных таких аспектов – это то, что мы переходим в формат вещания 16.9. То есть мы будем вещать так, как вещают все центральные каналы. Не хочу просто раскрывать всех карт, я просто хочу зрителю сказать, что оставайтесь просто с нами на севере. Смотрите наш канал и вы увидите очень многого интересного о себе, об округе. Сотрудники телеканала «Север» получили сразу 6 наград. Это номинация «Лучший телевизионный сюжет. Дорога, которой нет». Лучшая радиопрограмма «Про тур». Номинация к 85-летию Ненецкого округа «Наш дом». «Нао» в стиле очерк «Здравствуй, Вижус». И одна номинация, которая стала сюрпризом даже для ее обладателя. Когда мы просматривали конкурсные материалы, то мы стали себя спрашивать, почему же этот журналист не заявился на конкурс ни в одну номинацию. Мы спрашивали, почему, как так может быть. И воспользовались своим правом, учредили еще одно золотое перо, еще одну номинацию «Звезда экрана». Корреспондент телеканала «Север» Олег Катанзийский стал звездой экрана. Всего было 15 основных номинаций. Наибольшее количество творческих работ представили фотокорреспонденты и телевизионные операторы в номинации «Объектив мастера». Журналистом года стала старший корреспондент газеты «Нарьяна Вендер» Ирина Захарина. За цикл статей, опубликованных в 2014 году. Управление труда и социальной защиты учредило две номинации. Начальник управления Сергей Сверидов наградил специальным призом сотрудников печатных изданий. Лучшим журналистским расследованием стала статья «Последний полет Каталины» и «Разгаданная тайна погибшего экипажа» Андрея Николаева, автора блога «Дорога в Ненецкий округ». Конкурс среди журналистов проводится в округе с 2011 года и с каждым годом он становится более популярным. Если в 2013 году на суд жюри было представлено 75 работ, то в этом году уже 114. Сегодня редкие случаи, когда все СМИ Ненецкого округа собрались в одном месте, чтобы отметить лучших из лучших. Награды нашли своих победителей. Надежда Литкова, Роман Делимарский, телеканал «Север». Золотое перо 2014! Ура!